Привет, любознательным! Сегодня определим пол ребенка с помощью древнего вируса, поборемся дендримерами с Альцгеймером и помечтаем о космических путешествиях. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. В ходе изучения генов человека учеными Ельского университета было выявлено наличие вируса, возраст которого составляет полтора миллиона лет и который давно был внедрен в организм. Свойство вируса заключается в том, что он способен влиять на определение пола ребенка в утробе матери. В первом случае вирус действует таким образом, что при нормальном уровне определенных маркеров соблюдается равенство между мальчиками и девочками, а при их избытке преобладает рождаемость первых. Помимо этого, исследователям удалось обнаружить способ контроля вируса, что возможно использовать в борьбе с раком и против других опухолей. А в России многие тяжелые нейродегенеративные заболевания, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона, связаны с образованием токсичных для клеток образований амилоидных фибрил в нервной ткани. Разрушение фибрил могло бы стать основным методом лечения этих заболеваний. Специалисты Института элемента органических соединений имени Несмеянова РАН и Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ предлагают использовать для этой цели патионные переделки неминовые дендремерные молекулы, которые разрушают амилоидные фибрилы и препятствуют агрегации белков. Метод успешно прошел первое испытание в Крабирке. И напоследок в Татарстане. Ответ на вопрос «Как вращается Луна?» знает сотрудник Казанского федерального университета Наталья Петрова. Знание нюансов вращения Луны позволяет исследовать особенности внутреннего строения самого близкого к нам объекта Солнечной системы. И на данном этапе его можно исследовать всеми доступными способами. В частности, в ближайшем будущем планируется разместить там оптический телескоп, геофизическое оборудование и роботизированные или обитаемые лунные базы. Для этих задач важно иметь точную систему координат в Луне, чему и должно способствовать исследование вращения данного небесного тела. А на этом все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова